Платон Здравствуйте! Платону принадлежало такое высказывание. Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих. Позвольте себе еще одну цитату. Это уже Рюнаске Акутагава. Называть деспота деспотом всегда было опасно, а в наши дни настолько же опасно называть рабов рабами. Еще одно высказывание. Это уже Сальвадор Дали. Политика, как рак, разъедает поэзию. А почему я вообще с этого решил начать? Дело в том, что в последних своих видео я заговорил о рэпе. И много всяких отзывов было. И были среди них такие, что, ну, хватит, ну, сколько можно, хаски, хаски. Были другие высказывания, что мы не хаваем политику. Ну, видите, я не пишу этого на доске, но, тем не менее, были и такие посты тоже. А вот я обещал завершить свой разговор о рэпе. И поэтому выполняю, во-первых, свое обещание. И сейчас попробую подвести кое-какие итоги. И вы увидите, что цитаты вот из Платона, Кутагавы, Дали, которые я привел, и которые, если вдуматься в то, о чем говорили эти люди, как бы противоречат одно другому. То есть, с одной стороны, если не лезть в политику, то, видите, что получается по Платону, что будут править нами люди глупее нас. А с другой стороны, Дали, который будет утверждать, что политика разъедает искусство, ну, в частности, поэзию. И вот так получается, получалось. А говорил я до этого о русском рэпе, и, в общем-то, останусь в этой теме пока, как у Высоцкого, когда поэты ходят пятками по лезвию ножа. То есть, понимаете, все время они, эти поэты, а люди, которые творят искусство, и неважно какое искусство, музыку, рэп или там все угодно, все время оказываются вот в этом каком-то промежутке. То есть, и шаг вправо, и шаг влево, как бы выход из, уход из искусства. И, тем не менее, вот надо там как-то оставаться. Начну я издалека. Я начну аж с 60-х годов. Ну, я не буду все тут очень подробно разбирать. А вот, скажем, 60-е годы, ведь это политика. Ведь именно оттепель, которая произошла тогда, и когда официальная власть стала что-то такое чуть-чуть разрешать людям, вдруг появляются имена. Появляется была-то Куджава, Владимир Высоцкий, ну, несколько позже, там, Александр Галич, Юлий Ким, я не буду перечислять всех. Ну, мне сразу скажут, а какое отношение все эти люди имеют вообще к рэпу? К рэпу, естественно, они не имеют никакого отношения, но это вот именно появилась возможность высказывать какой-то вот неофициальный взгляд на то, что происходит в стране. Высказывать, ну, какие-то свои собственные, индивидуальные мысли, ненавязанные, непродиктованные, без дифирамбов, там, партии, правительству и так далее. И так оно и продолжалось. Ну, тут надо еще оговориться об одной просто очень любопытной вещи. Я думаю, что сегодняшние мои слушатели этого либо не помнят, не знают, только мое поколение, наверное, тут проявит какие-то ассоциативные связи у него, взыграют. Вот. Тогда еще не у всех были магнитофоны. А, скажем, прийти в магазин и купить пластинку того же Акуджаву или Высоцкую, ну, было просто невозможно, их не печатали, не издавали. И, тем не менее, магнитофонов, как я сказал, почти еще не было, но зато почти в каждом доме был патефон. Ну, или уже в продвинутых домах был электропроигрыватель, на который можно было поставить пластинку. И ходили по рукам так называемые пластинки на ребрах, как их называли. То есть, вот, умельцы нашлись, брали рентгеновскую пленку. Ну, а что на рентгеновской пленке обычно сфотографировано? Да ребра, ну, не обязательно ребра, там, может, какие-нибудь суставы или еще что-то. Но, тем не менее, так это выглядело. И вот на этих вот пластинках, на этих ребрах, на этих рентгеновских пленках записывали вот эти песни. И так они вот ходили по рукам. Мы их слушали, восхищались, удивлялись, что вообще вот существует, оказывается, и такая, что называется, подпольная поэзия. Ну, дальше больше. К 70-м годам начинают появляться рок-ансамбли. И сказать сразу, что эти рок-ансамбли, которые стали появляться, несли в себе какой-то протест, какое-то негодование, возмущение тем, что происходит в стране, нет, ничего подобного. Это было, пришло с запада, естественно, в силу того, что железный занавес, он не исчез, но он как бы стал потоньше. Появилась возможность все-таки что-то такое провозить, привозить. Ну, в конце концов, радиоприемники стали выше классом, и стала возможность, там, скажем, сидя у этого радиоприемничка, что-то такое поймать и послушать. И, естественно, нашлись люди, которые это подхватили, вот, и эти рок-ансамбли, в общем-то, протест был только вот в самом по себе, ну, в том, что это вот такая вот музыка, вот такой вот драйв. Вот он так вот способен тебя завести, ты начинал слушать, дергаться, там, плясать, я не знаю, что-то такое выделывать, и происходил какой-то выброс энергии и прочее. И вот эти рок-ансамбли стали постепенно, ну, с одной стороны, они, несомненно, испытывали на себе влияние вот этой самой бардовской песни, с которой я начал свой разговор. Но их текстовое наполнение было, конечно, совершенно иным, и тут цензура ослабла, ну, я уже об этом сказал, и появляются такие ансамбли, группы, я назову ничтожное их количество, поскольку на самом деле их было, конечно, значительно больше. Ну, например, Кино, Ария, Алиса, ДДТ, Браво, Наутилус, Помпилус, ну, не знаю, такие еще известные, как Аквариум, Машина Времени. То есть вот последние даже начали издавать альбомы, то есть, видите, цензура позволяла даже такое. И если вы думаете, что все это так вот хорошо, легко развивалось, эволюционировало, то вы заблуждаетесь. Мы с вами пришли к 80-м годам, 83-й, 85-й, ну, тогда Черненко было власти, и были изданы законы, буквально, которые вот запретили, или начали запрещать эти концерты, вот этих самых рок-групп, которые в те времена стали возникать. Там это мотивировалось так, что эти выступления, что они, дескать, деньги собирают за свои выступления, а это неофициальные доходы, то есть это, в общем, не трудовые доходы, это частное предпринимательство, которое в Советском Союзе, естественно, было запрещено. И даже вот был такой приказ Министерства культуры, я себе вот выписал, 28 сентября 84-го года он был издан, и опять огромнейший список запретов, то есть, каким ансамблем, каким группам запрещено выступать. «Альянс», «Гулливер», «Браво», «Примус», «Центр», «Зигзаг», «ДК», «Альфа», «Кросс», «Теннис», «Зона отдыха», «Аквариум», «Мануфактура», «Мифы», «Пикник», «Кино», «Дилиджанс», «Акцент», «Ой, ну, тут все, «Люцифер», «ДДТ», «Урфинджус», ну, опять же, я совершенно не претендую на то, чтобы перечислить их все. То есть, видите, с одной стороны все это возникло, сказать, что все эти люди, все эти ансамбли, все эти вот музыканты прям так вот набрасывались, вторгались в политику, пытались там что-то критиковать или нет, ну, у кого-то что-то такое проскакивало, а у них и ничего подобного не было. Тем не менее, вот такие были наложены запреты. А некоторые группы пострадали, ну, просто очень серьезно, вот «Воскресенье», «Браво» или «Коррозия металла», там просто милиция врывалась в залы, где они вот выступали. И такие люди, как вот Жанна Агузарова из «Браво» или там Алексей Романов из «Воскресенья», то даже под арестом им пришлось побывать. То есть, политика, не хотим мы о ней говорить, не хотим мы о ней думать, и меня иногда упрекают, что меня заносят в эту степь. Я тоже не хочу туда забираться, понимаете, но когда она вторгается в нашу жизнь, то хочешь не хочешь, как-то реагируешь на эти вещи. Я только что назвал указ, вот, Черненко и прочее, а дальше больше, вот, 1984-1985 год, я подглядываю, я себе выписал, то были постановления ЦК КПСС и Минкультуры и так далее, вот, о рок-группах, рок-жанрах и прочее, расформировать и вообще вычеркнуть из реестра, то есть, вот, нет, не существует такого явления в Советском Союзе. Но, тем не менее, то, что идет снизу, то, что идет от человека, от людей, которые хотят петь, хотят играть, хотят сочинять стихи, хотят публиковать то, что они делают. И, когда начали чуть-чуть какие-то запреты, опять же, снимать, то даже появились фильмы, очень любопытные фильмы. Вот, «Взломщик», например, 1986 год, с Константином Мкинчевым, или «Игла» с Виктором Цоем, «Асса» с «Аквариумом», или там «Такси-блюз» с Петром Мамоновым. То есть, ну, просто и фильмы интересные, и вот, как я сказал, все это вот пробивалось все-таки каким-то образом наружу. И это субкультура, а тогда ее называли именно таким словом, субкультура, андеграунд, ну, разные словечки тут употреблялись. И они жили вот в этом своем подполье, но дальше произошло еще одно событие. И снова, в общем-то, политическое. То есть, с одной стороны, пока накладывался запрет, пока все это находилось, ну, в каком-то таком вот подпольном состоянии, то волей-неволей то, о чем пели, говорили люди, которые исполняли этот рок, носило вот такой протестный характер. Очень яркий иногда. А вот в 80-е годы, ну, уже попозже тех дат, которые я назвал, когда началась Горбачевская перестройка и прочее, и вроде как запрет этот спал. То есть, перестали запрещать, ну, не до того стало, короче говоря. И что любопытно, вот этот акцент протестный вдруг стал убывать. То есть, вся эта деятельность этих рок-групп, этих рок-ансамблей, самых-самых разных направлений, видите, я все вроде как бы собираю в одну кучу, но просто все это начать сейчас дифференцировать, то получится уж очень обстоятельный большой рассказ. Я не хочу так, в частности, эти уходить. Я только хочу подвести к тому, что вот этот протестный элемент стал снижаться. И деятельность их стала приобретать больше вот, ну, шоу такой характера. То есть, в общем-то, да, вот зачем там что-то ругать, на что-то посягать, там что-то критиковать, когда можно собирать большие залы, большие там аудитории, выступать, зарабатывать, играть, веселиться. То есть, вот такое какое-то отношение. И почему я так вот на этом акцентирую свое внимание? То есть, покуда был запрет, то, значит, была вот такая острота какая-то в том, что они делали. Как только запрет этот отпал, то и как бы острота притупилась. И тут, уже просто оглядываясь назад, начинаешь подмечать одну любопытную вещь, что все такого рода явления происходят обычно в канун каких-то событий. Ну, я уже говорил об этом не один раз, что поэт, я буду называть всех их поэтами, хотя вы понимаете, что в данном случае это такое собирательное, что ли, для меня лично понятие поэт. Так вот, он ведь нелогически рассуждает поэт. Поэт мыслит образами, и он эмоционально постигает этот мир. Он что-то предчувствует, что-то предвидит. Он иногда даже не может назвать конкретными словами, что же именно он предчувствует. Но вот эта боль, вот это напряжение выплескивается через его песни, через его стихи, через его музыку. И то, что вот происходит сегодня, волей-неволей наводит на мысль, что происходит, ну вот, нечто аналогичное. Ведь смотрите, ну, я уже назвал 80-е годы, перестройка, когда вот это все стало превращаться в такой вот шоу-бизнес. С другой стороны, и официальная поэзия, ну, не поэзия, ну, песнопение, так уж скажу, осталось. Ну, продолжал там петь Кобзон, Лещенко, песни партии, там, посвященные, там, и так далее, и так далее. То есть, все это как бы вот существовало параллельно. Ну, кому нравился Кобзон, он слушал Кобзона. Кому нравился Лещенко, слушал Лещенко. Кому сегодня нравится Киркоров, слушает Киркорова. Все это вроде как нормально. Но вот этот вот нерв времени, он вот и тогда присутствовал, угас, а вот сегодня я ощущаю, что этот нерв снова стал как бы накаляться. И просто за последнее время, вот, ну, начинаешь замечать, как появлялись тогда и появляются сегодня какие-то вещи. Ну, давайте снова чуть-чуть отодвинемся в прошлое. Ну, вот, например, предчувствие гражданской войны, ДДТ. Ведь страшно даже было слушать, когда они исполняли эту вещь. Или вот аквариум с его поезд в огне. Или там, наутилус, скованный одной цепью. Моё поколение, Алисы. Или перемены, кино. Или твой папа фашист. Группа телевизора. Было всё это. И вот в этих песнях было что? Вот трезвый взгляд на окружающую реальность. Ну, видите, в те же времена, позже чуть-чуть появляется Егор Летов, о котором я тоже много рассказывал, поэтому сейчас просто не стану повторяться. Но ведь Егор Летов, ну, весь был вот протест, понимаете? Протест против того, что происходит. И поэтому, когда начинают говорить, что вот да, политика, что это вот удел вообще там кого-то, чего-то, что можно на неё не обращать внимания, вообще не погружаться туда и так далее, ну, не выходит. И музыканты сегодняшние, а я слушаю многих, вот видите, я только что до этого рассказывал, несколько видео посвятил Диме Хаске и посвятил в частности, ну, его фильму «Люцифер», а потом заговорил о его клипе «Седьмое октября». Ну, там же политика, ну, куда без неё? И это, наверное, тоже обусловлено чем-то. Наверное, просто не заговорить сегодня на эту тему, это лишит себя аудитории, лишит себя зрителей, слушателей, понимаете ли? То есть, вот в этом есть что-то, ну, что-то такое, ну, без чего они не могут, эти люди. И я себе тут просто вот отметил, выписал несколько музыкантов, я сейчас не буду говорить больше о Диме Хаске, ну, может, в конце этого видео скажу ещё пару слов. А вот, например, 10 сентября есть такой рэпер, Нойз, Эмси, ну, это Иван Алексеев на самом деле. И вот он опубликовал, выставил на Ютюбе такую композицию «Всё как у людей». Я только что вам напомнил Егора Летова, а что такое всё как у людей? Ведь это Летовский текст. И он выпустил Иван Алексеев без меня, приуроченную к 55-му дню рождения лидера группы гражданской обороны Егора Летова. Ну, это я просто выписал, поэтому, видите, читаю по своему конспекту. Там он начинает ведь этот свой ролик, это своё видео таким предуведомлением. Я зачитаю, потому что просто, ну, это интересно. Нам всем кажется, что если, не скрою, и мне иногда так кажется, что если навести твёрдый порядок железной рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдёт, потому что эта жёсткая рука начнёт нас очень быстро душить. Это вот Иван Алексеев так говорит. И дальше исполняет свой рэп, который собрал, ну, не знаю, я туда не заглядывал уже несколько дней, но когда заглядывал последний раз, там было больше 10 миллионов просмотров. То есть, смотрите, оказывается, какой отклик всё это встречает. Ну, а всё как у людей, просто вот врезанным прямо туда вот, в тот самый рэп, который исполняет, читает этот самый. Но и с голоса Летова. Всё как у людей, всё как у людей, и потом он будет там продолжать всё это исполнять. И что интересно, что концовка, ну, очень любопытно сделанная концовка, когда нам показывают всё, что показывают на экране, ну, он, в общем-то, просто исполняет, а сзади него меняют там различные картины. И там на этих картинах можно увидеть самые-самые разные вещи. Я не буду всё пересказывать, я лучше дам ссылку, и вы сами можете посмотреть и послушать, если кто ещё не слышал. А вот в конце, как я сказал, звучит, это ваши сыновья, будьте благоразумны, не наружайте общий, и на этом обрывается. Ну, общественный порядок, да? Догадываешься, что там звучало. И сразу ведь на память-то приходит что? Ну, а летние события, конец июля, август, московские, ну, демонстрации, даже не могу их назвать демонстрациями, просто выборы в Московскую Думу. Люди вышли, хотели выразить своё мнение. Ну, как с ними обошлись, я не буду рассказывать. И там вот в мегафон представители власти, там, полиции, там, ОМОНовцы, уж не знаю, кто именно это делал, вот всё время в этот диктофон кричал, что вот расходитесь, не нарушайте общественный порядок, а кто его нарушал. Ну, видите, сказал я об этом. Нойси должен сказать ещё несколько слов. Есть ещё один рэпер такой, Леголайз, это Андрей Менщиков. И он выпустил другой клип. И тоже выставил его на Ютьюбе, я, естественно, его тоже посмотрел, «Застой 2.0». И там, сейчас не буду говорить о тексте, который он там проговаривает и прочее, я, опять же, рекомендую послушать, потому что зачем я буду пересказывать то, что он сделал. Ну, там невероятно интересна картинка, которую он подготовил. То есть, прям, ну, для художественного фильма кусочек. То есть, с одной стороны, вот, обмундированные, как положено, ну, уже их и космонавтами, и как угодно называли этих людей. Это там тот же ОМОН, та же Росгвардия, там ещё кто-то с дубинками и прочее. А против них кто? А против них балерины. И вот происходит этот поединок этих ОМОНовцев, буду так их называть, космонавтов, с этими самыми балеринами. И ведь куда нас всё это отсылает? Ну, все наверняка помнят. Это ГКЧП, этот переворот, этот распад, собственно, Советского Союза. И когда телевидение вдруг начало нам передавать «Лебединое озеро». И там, да, вот, плясали, танцевали балерины, хорошо танцевали, было интересно смотреть. Хотелось в эти минуты видеть, конечно, другое, но нет, телевидение нас снабжало вот этим балетом. И поэтому, когда вот смотришь на то, что сделал этот самый Леголайз, то эти балерины, которые там у него на экране, ну, просто однозначно вызывают все эти ассоциации. Ну, помнится, когда я смотрел все эти события, в данном случае уже не Леголайза, а то, что происходило в Москве в те дни, когда экипированные так, что дальше некуда, с дубинками люди избивали, в общем-то, ну, беззащитных совершенно людей, которые ничего не делали, всего только стояли. Ну, помню, даже не удержался и нарисовал такую картинку. Давайте вам ее покажу. Вроде как власть должна защищать свой народ. Оказалось, что не ж, она защищает отнюдь не народ, она защищает кого-то другого. Дракона она защищает. Ну, а вы помните, как выглядит московский герб? На коне сидит Георгий Попедоносец, который вонзает копье вот в этого дракона, который вылезает из-под копыт коня. А тут вот на коне оказался этот самый космонавт, который побивает отнюдь не дракона, а вот, ну, как нарисовал, так и нарисовал. Ну, давайте двинусь дальше. Я, когда рассказывал о рэпе, то говорил о том, что его жилка, его главный нерв, ну, главная струнка, на которой он держится, это, в общем-то, ну, дух протеста, который в нем заложен. Причем этот дух протеста может быть обращен не обязательно на политику, обязательно на власть, так может быть обращено на все, что угодно. Но это всегда какое-то негодование, какое-то недовольство вот тем, что мы имеем. Ну, в конце концов, наша жизнь изменяется только тогда, когда мы прилагаем какое-то усилие. Если нам что-то не нравится, мы называем то, что нам не нравится своим именем, и, глядишь, это то, что нам не нравится, меняется. Мы его меняем. Или под нашим вот давлением, под нашими усилиями происходят какие-то трансформации. И поэтому политика в данном случае, ну, тоже один из элементов вот того, чем можно возмущаться или чем можно восхищаться, относиться можно по-разному. И вот тогда же, ну, я тут в сентябре это произошло, чуть-чуть раньше, чем те клипы, о которых я говорил выше, вот Тимати и Гуф еще, они тоже выпустили, выставили свои видео, значит, на Ютюбе, и можно было их посмотреть. Ну, они решили занять принципиально противоположную позицию. То есть, вот, проявить свою солидарность с властью, с тем, что правильно она поступает, правильно все делает. И тут просто, опять же, интересная вещь произошла. Опять же, давно не заглядывал, ну, вот, где-то месяц назад заглядывал, что там у Тимати делается, и вдруг вообще просто был потрясен. Это 9 сентября, я тут себе дату написал, видите, сколько времени уже прошло, там было больше миллиона дизлайков. То есть, ну, в книгу Гиннеса, наверное, можно занести такой рекорд или антирекорд, уж как хотите его называйте. То есть, оказалось, что вот при тех событиях, которые происходили, я имею в виду, опять же, вот, июль-август, занять позицию тех, кто избивал этих мальчишек с девчонками, вызвало вот такую реакцию зрителей. А что значит миллион дизлайков? Это значит, что у Тимати огромное количество поклонников. Если бы не было поклонников, они бы просто не заглянули и не посмотрели бы это видео. А видите, посмотрели и отреагировали таким образом. Вот. Ну, что касается Гуфа, то он потом извинялся, он там говорил, что вот он неправ, там что-то пытается переделать. То есть, уловил, что потерять аудиторию можно, если вот занять такую позицию. Ну, что касается Тимати, честно скажу, не следил за его высказываниями. Как-то вообще всякая попытка вот как-то комфортно себя обосновать в этой ситуации. То есть, примкнуть явно сильным и стать против слабых. Ну, не знаю, мне лично не симпатично. И что интересно, ну, народ, как говорится, голь на выдумке хитра. И появились всякого рода переделки. Ну, вот из этого Тимати я тут себе выписал две. «Не хожу на митинги, не втираю дичь, дна ютуба русского я решил достичь». Видите, дна ютуба он достиг. Ну, еще одна переделка там была. «Не хожу на митинги, не втираю дичь, у меня диагноз – мозгопаралич». Ну, вот видите, так народ откликается. Это не мое мнение. Это мнение людей, которые слушают рэп, которые любят этот рэп. Ну, они уловили, что если рэп теряет то, на чем он, собственно, вырос, то и относиться к нему следует таким образом. Не знаю, поменяет ли свою позицию Тимати нет или останется таким же сервильным, каким был все последнее время. Но происходили и другие события. Ну, вот 19 сентября, в сети появился. Но здесь уже надо говорить даже не о рэпе, а надо говорить о рэпере. Это «Оксимирон». И там он организовал, ну, что-то, я не знаю, перформанс можно это назвать или еще как-то так. Ну, запустил тоже видео, большое, больше часа оно, по-моему, шло. И куда, впрочем-то, пригласил людей. Людей, ну, от искусства, музыкантов, там, разных совершенно. И которые что делали? Они зачитывали отрывочки из русской классики, там, из того же Лермонтова, Пушкина, Некрасова, там, кого угодно. И мысль была очень интересная. Я считаю, что то, что сделал «Оксимирон», шляпу хочется снять. То есть, если бы вот эти же самые слова, написанные русскими классиками в девятнадцатом веке или, там, в начале двадцатого, ну, а некоторые даже из восемнадцатого что-то брали, появились бы сегодня, там, в каких-то социальных сетях, то просто людей могли бы осудить за то, что вот они «Прощание, мытая Россия», там, и так далее, «Лермонтовская страна рабов», «Страна господ», «Вы, мандиры голубые, и ты, послушный им народ». Ну, смотрите, когда это Лермонтов сказал, вроде как одно, да, а вот если сегодняшний человек что-то такое скажет, ну, точно, тому подыщут статью и так далее. И, в общем-то, вот, опять же, на этом лезвии ножа, видите, снова вспоминаю Высоцкого, то есть, это, назвать это политикой, нет, привлечены туда классики русской литературы, русской поэзии, а с другой стороны, это бьет вот по всему тому, что сегодня политическая жизнь России пытается навязать вот своим гражданам. Ну, или дальше. Я считаю, что тут все рекорды побил Борис Гребенщиков. Ну, уже Гребенщикова причислить к рэперам, конечно, ни в коем случае нельзя. Борт, ну, о нем, видите, когда я рассказывал о том, как зарождалось все это на российской почте, возникали ансамбли и прочее. Был период, когда Гребенщиков был невероятно популярен, и он ездил даже в Штаты, и даже там, пластинку выпускал. Ну, не буду сейчас о нем рассказывать, это человек достойно отдельного разговора. Ну, вот он исполнил такую песню, это уже не рэп, а именно песню, в своем стиле, Гребенщиковском, «Вечерний М». Так она называлась. Ну, народ ее тут же расшифровал, да и чего расшифровывать, когда там в тексте так оно и попадается, «Вечерний мудозвон». Ну, опять же, не могу, просто должен я кусочек хотя бы привести на своей доске. «Вечерний мудозвон, вечерний мудозвон, подлинный труженик наших времен. Вечерний, вечерний, вечерний мудозвон, вечерний мудозвон. Честнее, правдиве и лучше всех он, вечерний мудозвон. Он все, что скажут, расскажет и ответит на каждый вопрос. У народа душа, но за ней не гроша, но зато мы утерли всем нос». Ну, это отрывочек. Ну, тут я дальше уже просто в интернете разыскал. Любопытно мне стало, что, дескать, даже спор возник между Соловьевым и Киселевым. Кого именно здесь имел в виду? Вот Гребенщиков. Ну, честно скажу, я воспримел то, что спел Гребенщиков, несколько иначе. Ну, вот, например, «колокольный звон», когда мы слышим такое словосочетание, мы ведь не представляем под этим колокольным звоном конкретного человека. Это некое состояние, да, вот звон, там, колоколов и так далее, и так далее. И я считаю, мне кажется, что Игорь Гребенщиков именно так использует это слово «мудозвон» по ассоциации с колокольным звоном. Поэтому тут делать не в конкретных людях, и поэтому Соловьевский, Киселевы могут не спорить. Тут речь идет именно о состоянии вот этого звона, который вот нам преподносят и которым пытаются затмить вот то, что на самом деле происходит. То есть, видите, у народа за душой не гроша, но зато вот всему миру утерли мы нос. Ну, опять же, помните советские времена, там, зато мы в области балета, впереди планеты сей, ну, еще и ракеты делаем такие, какие больше никто сделать не может. Ну, понимаете ли, если гордость страны сводить только к тому, что она может испепелить там всех и вся, ну, не знаю. Я как-то всегда воспринимал Россию как страну, которая может продемонстрировать миру и другие куда более интересные, важные, ценные вещи. И философы были, и мыслители, и ученые. Да что значит были? Наверняка они и сегодня есть. Но все затмевает, к сожалению, вот этот самый вечерний мудозвон, о котором говорит Гребенщиков. Ну, видите, начал перечислять, должен еще одного назвать, просто не могу. 30 сентября рэпер Фейс, Иван Дремен, так он себя называет, Фейс, выпустил альбом, 12 он у него назывался. Ну, и там много разных рэпов, поэтому как-то так сразу все не охватишь. Там будет и сравнение России с бутыркой, и будет говориться о полицейском произволе, и бог ве знает о чем. Ну, там такой вот звучит текст, я должен его озвучить. Быть против власти не значит быть против Родины. Я люблю Россию за запах черной смородины. Не дам русофобам нажиться на моих взглядах. Я в золотых полях и колосьях ляг со мной рядом. То есть, действительно, ведь что такое патриотизм, любовь к Родине? А вспомните, времена, разные времена в истории России были. И царские времена были, и большевистский переворот был, и прочее. И что все те, кто выступали против власти, против царя, или, скажем, против большевиков, были ненавистниками своей Родины, хотели ее предать, и прочее. Нет, ни в коем случае. И тут я должен сказать, что этот альбом Фейса Ивана Дремина, он где-то пересекается с его предыдущим альбомом. Был у него такой еще альбом, годом раньше вышел, это «Пути неисповедимы». И если до того альбомы, это были какие-то, ну, детские песенки, ну, детские, может, я кого-то обижу, но во всяком случае это были, ну, подростковые какие-то песни и такие-то, то вдруг вот в этих путях неисповедимых появился такой, ну, остро-социальный протест, о котором остается только удивляться. Причем не просто вот остро-социальный протест, а с апелляцией к русской классике. Там будут буквально цитаты из Осипа Мандельштама попадаться и прочее. То есть это говорит, ну, о каком-то совершенно ином уровне того, что делается в этой области. Ну, и о чем мы с вами уже говорили, много говорили, поэтому просто я должен был к этому вернуться, что 7 октября Хаски выпустил свое 7 октября, о котором, видите, у нас был такой достаточно долгий и обстоятельный разговор. Вы, наверное, обратили внимание, что на моей доске опять появилось словечко «пост модем». И если до этого я отвечал на вопросы, то, видите, то, что я вам попытался рассказать сейчас, в очень общих чертах, я понимаю, что это не глубокий анализ, а просто попытка выстроить какую-то рамку того, о чем мы говорили до этого. И мне представляется, что это уже, как я сказал, не ответы на вопросы, а вписывается тот самый постмодерн, который возникает, возник, об этом я уже говорил, и не один раз, как бы продолжением или как бы вот вырастает на каких-то иных произведениях искусства, которые имели место до этого. И он вот так выглядит, этот сегодняшний рэп, как мне представляется, что он целиком вот вписывается в эти рамки. И поэтому всякие попытки совершенно вот отмежеваться от политики или наоборот целиком и полностью погрузиться туда, с чего я начал свой разговор, с трех цитат, да, помните? Я вам привел Платона, я привел Ренаскеа Кутагаву и Дали. И, как я сказал, это вот своего рода рамка. То есть сегодня примазаться к политике, это значит порвать с искусством. Если сегодня превратить свою деятельность, свое творчество исключительно, как вот в некий такой инструмент направленный против власти, против политики и так далее, то есть тоже, в общем-то, ангажироваться. Настоящий поэт обязан остаться где-то вот в середине, понимаете, не скатываясь ни туда и ни сюда. А высказывая действительно вот именно свою, индивидуальную, принадлежащую только ему точку зрения. И когда ему это удается сделать, это становится произведением искусства. И это, как мне кажется, останется после. Но когда с другой стороны просто отмазываться, говорить, что не вижу того, не вижу этого, вот развлекаюсь, живу, вообще мехавую политику, как написали мне в посте, то ведь приведет это к чему? А приведет к очень печальному. К делу в том, что ведь политика неотделима от нашей жизни. Рано или поздно она в нее вторгнется. И даже тогда, когда мы стоим от нее в стороне, и вроде бы думаем, что она до нас, ну, никоим образом добраться не может, ну, вспомните, опять же, перестройку, 90-е годы. Ведь обрушилось все это на людей. И оказалось, что масса людей не готовы, понимаете, вот совершенно не готовы к тому новому состоянию, в котором они оказались. То есть, вроде бы, власти нет. Вроде бы, мы можем теперь все построить, воссоздать заново, открыть новую страницу в нашей истории. А что получилось на самом деле? Именно потому, что большевики этому приучали, КПСС приучало, что да, там наверху сидят умные люди, они все решат, все сделают так, как надо. А ваше дело там, ходите на работу, занимайтесь своими семейными делами, то есть, не суйте носа туда, куда сувать не надо. И не было гражданского общества на этот момент. То есть, когда человек действительно понимает, что от его решения, от его воли что-то зависит. И если сегодня вот так вот уйти в сторону и держаться в стороне, а поэты предчувствуют, что что-то произойдет, я об этом уже говорил, и это предчувствие обязательно реализуется, сбудется. И снова вот всем нам, вам придется принимать какие-то решения. И если снова вы просто уклонитесь и отдадите это на волю каких-то других людей, то, к сожалению, получится как у Ницше. То есть, просто новый виток, повторение всего того же, что уже было однажды. И очень бы не хотелось, чтобы это было так. Поэтому, вот давайте на этом я сейчас закончу. И больше не буду, наверное, обращаться, во всяком случае, в ближайшее время Крэпу и прочему, а перейду к философам, о которых обещал вам рассказать, поскольку, ну, понимать, осмыслять постмодерн без философии, ну, совершенно невозможно. Но об этом уже пускай пойдет речь в следующем видео. А сейчас до свидания. И, как всегда, пообещаю, что в ближайшее время опять появлюсь на ваших экранах. До свидания. Продолжение следует...